Всем здарова, друзья! Вы на канале Лумумба, Румумба, с вами, как всегда, Владос. В сегодняшнем видосе речь пойдет о новинках, которые нам уже добавили в игрушечку и которые добавят в последствии обновления 4 сезона Боевого Пропуска, который состоится 28 числа. Итак, хотелось бы начать с комплекта, который нам добавят 21 числа. Это комплект Рэмбо и комплект Крепкий Орешек. Комплекты очень прикольные, интересные, очень хотелось бы такого разнообразия нам в игру и разработчики нам сделали такой крутой подгон. Единственный у меня вопрос к разработчикам. За что вы просто, за что сделали Рэмбо таким грустным? Вы просто посмотрите на это лицо. Такое ощущение, что у него отобрали лук или отобрали какую-то конфету. Вы просто посмотрите. Когда я видел этот тизер первый раз, я просто оборжался. Мне стало его попросту жалко. Но вот лицо у него такое, как будто реально у него что-то отобрали. Не знаю, почему разработчики поиздевались так на Рэмбо, но это смотрится, по крайней мере, забавно. А теперь переходим к новому боевому пропуску. Сейчас посмотрим, какие награды нас ждут в этом пропуске. Итак, сейчас вы видите на экране все награды, которые мы получим за наш новый боевой пропуск, который, повторюсь, будет 28 числа. Все вы знаете, что у нас боевой пропуск будет в стиле Дикого Завода. Четыре персонажа, которые нам даются, вот такие вот. И, честно говоря, мне из всех персонажей нравится только один. Это Сцила. Не знаю, почему, но трое персонажей мне не очень зашли. Ну, какие-то они, ну, на мой взгляд, не очень симпатичные. Вот Сцила годится. Все остальные, ну, как-то мне не зашли. Вы обязательно, ребят, пишите в комментарии, какие вам персонажи понравились больше всего. Ниже вы видите, что нам дадут 4 новых облика на наше орудие. Новый облик получит М4, АГР, Сикач и РУС-79У. Кстати, Русика очень давненько уже награждает крутыми скинами. Это не может не радовать. И, кстати, ребят, по поводу оружия. С этим обновлением у нас произошел ребаланс оружия. Поэтому нужно пересмотреть все свои сборки и тестить их заново. Может, даже придется их перебирать. Все это мы будем тестить впоследствии этого всего. Пока на этом внимание заострять не будем. Переходим к правой стороне наград, которые нам будут даваться. Мы видим эпический скин на новую волыну МК-2. Потом мы видим новый прикольный амулет с рогами. Саму пушку МК-2. Но к этим пушкам мы еще вернемся в этом видеоролике. Переходим к следующей награде. У нас будет новый Скорстрик. Это Халк Х3. Также у нас будет, естественно, новая эмоция. Кстати, вы сейчас увидите, как она реализована вживую. Также получаем новую визитку, новую аватарку, новую рамку. Еще один амулетик. И тоже прикольная вещь для ребят, которые не успели забрать лопату из события. Например, как я. Я просто ее не успел забрать, потому что занимался творением контента для вас. И это очень хороший плюс, что я ее все-таки заберу. Также нас ждет новая рамочка. Я вам скажу так, что боевой пропуск, на первый взгляд, но его нужно еще более подробно будет разобрать. Мы его, естественно, с вами разберем, когда у нас обновится. Но мне он не очень зашел, на самом деле. Единственное, что мне порадовалось этого боевого пропуска, это новая пушка МК-2. То, что мне дадут лопату, мне не придется напрягаться, выполняя. События с сумасшедшими просто условиями. И дадут нам новую эмоцию. Также еще мне порадовало, что нам дадут новый пулемет-холдер, который мы тоже будем тестировать. Это то, что касается боевого пропуска. Естественно, подробно мы будем его разбирать, как только у нас обновится в игре. Итак, по поводу новинок, которые нам добавили. Сейчас мы начнем с сетевой игры. Первое, с чего хотелось бы начать, это новая пушка из категории винтовки МК-2. Эту пушку вы уже можете протестировать в Королевской битве. Она валяется на полу. Вы можете ее легко поднять и с ней пострелять. Но я ее хочу потестить именно в сетевой игре. Потому что для Королевской битвы нужно с нее пострелять, поиграть, пристреливаться, чтобы понять, нужна ли она вообще в КБ-шке, либо нет. Потому что такие винтовки не часто берут в КБ. Ну вот, например, СПР-208, которая очень даже неплохо играла в прошлом сезоне в КБ. Ее брали, но там она маншотила в голову. И в голову нужно еще попасть этой волын. Поэтому по поводу МК-2 для Королевской битвы мы будем тестить в дальнейшем. И переходим к второй пушке, которую нам добавят в этом сезоне. Это Холгер-26. Наш пулемет, который вы уже можете протестировать в Королевской битве. Он также там валяется на полу. Я вам скажу так. Мое первое впечатление от этой волыны таково. Очень хороший темп стрельбы. Очень неплохая точность. Она реально на близких расстояниях хорошо зажимает точку. Но ее, естественно, нужно собирать и тестить более досконально. Следующая новинка это новый навык оперативника Собака. Собачка у нас будет. Будет бегать и разрывать наших соперников. Я видел геймплей с этим навыком. И реально эта штука неплохо работает. Вот эта собака находит врага по запаху и сгрызает его напрочь. Я примерно насчитал за одно использование этого навыка. Она, по-моему, сделала где-то примерно 3 фрага. Это вот примерно работа ее как у машинки. Только машинка просто станет соперника. А эта собака еще его уничтожает. Интересная штука. Естественно, мы это все будем тестить, как это все будет работать. Но то, что его нам добавили, меня это очень радует. И собака довольно-таки такая получилась миленькая и симпатичная. Следующее нововведение это новая серия очков Ястреб Х3. Дрон с ручным управлением и установленным пулеметом. Я тоже видел геймплей этого навыка. Реально он неплохо работает. Вы летаете. Только очень много вопросов назревает. Во-первых, когда вы летаете на дроне, что происходит с персонажем? Он стоит в углу. Его видно, либо его не видно, непонятно. Сколько дамаг у пулемета, тоже пока непонятно. Естественно, это все нужно тестить. Единственное, что радует из этого всего, то, что он не будет стоить дорого. Он будет стоить всего лишь 750 очков. И его, в принципе, можно использовать намного чаще, чем другие навыки. Нам будет добавлен новый перк Кураж. Стреляйте от бедра, бросайте гранаты и меняйте магазин на бегу. На самом деле, для меня это непонятный абсолютно перк. Как он именно будет работать. Потому что я, в принципе, и так на ходу могу бросить гранату. Я, в принципе, и так могу заменить магазин на ходу. Но я думаю, что это просто будет реализовано так, что вы, не сбавляя темп, это все сможете делать. Как это будет применимо в боях и будет это ролять, я, честно говоря, пока не знаю. Это все нужно тестить. Но мы это с вами, естественно, протестим. И я вам выкачу видос про этот перк. Некоторые перки потерпели изменения. Например, перк Гоуст. У него немножечко улучшены были характеристики. А именно, ракета-хищник вражеский СВВП не может обнаружить вашу позицию. Обзор противника не будет пульсировать, если у него выбран перк Бдительность. Вот такое улучшение было у перка Гоуст. Кто юзает перк Гоуст, обязательно его ставьте, потому что его немножечко улучшили. Также изменения коснулись перка синей группы, а именно перка на стороже. Теперь, когда вы установили перк на стороже, у вас мигает экран только в том случае, когда на вас нацелен противник. Вот как сейчас вы видите на видеоролике. Вот так он будет работать. Также, кто юзает перк на стороже. Не знаю, как для вас это будет важно, но на мой взгляд, раньше было лучше. Когда мигала у вас рамка, когда вы просто чувствовали соперника рядом. Но если это будет работать и так, и когда на вас нацелились, это тоже будет удобно. Но если уберут первую функцию, то что вы не будете понимать, рядом с вами кто-то есть, либо нет, у вас не будет мигать экран, а только при случае, когда на вас нацелились, то, на мой взгляд, это будет немного бесполезно. Потому что, когда на вас нацелился снайпер, от этого толку будет мало. Вас снимут намного быстрее, чем вы среагируете и отстреляете его. В общем, будем тестить, будем смотреть, как это все будет работать. Кто бегает с перком на стороже, протестируйте, когда это обновление вступит в силу в нашей игре. Но это еще не все, ребят, что касается обновления и улучшения сетевой игры. Нам добавят датчик сердцебиения. Планшет, который отображает часть информации о врагах поблизости. То есть, попросту вы можете определить, где враги точечно находятся. Я вам скажу так, господа. На мой взгляд, что вот эта штука будет применима только лишь в одном режиме. Это режим найти и уничтожить. Там она, может быть, будет актуальна. Для режима командный бой, для режима превосходства, либо опорный пункт, эта штука будет бесполезна. Вы попросту, может, даже не будете ее успевать юзать. И обратите внимание, что этот датчик сердцебиения нужно будет поставить вместо какой-то гранаты. Точнее, гранаты, которые наносят оглушающие эффекты. Цветошумные гранаты, дымовые гранаты, эмми, либо активная защита. И вы должны сами подумать, стоит ли вам жертвовать ради вот этого датчика какой-то из гранат. Мне кажется, что это будет узконаправленная тема. Именно в режиме найти и уничтожить она будет актуальна. Но это также нужно будет все тестировать. Я вам сейчас точно не скажу. Так как я, во-первых, не люблю режим найти и уничтожить. Для меня это будет больше всего бесполезно. Но все равно я его обязательно протестирую. Еще одна приятная новость, которую нас порадовали наши разработчики. Нам добавят серп. Вот так он выглядит. Каким образом у нас он появится? Я полагаю, что это будет либо из события, либо из какого-то интересного комплекта. Но из события мы по-любому его достанем и потестируем, как он будет работать. Но то, что нам увеличивает количество холодного оружия, это не может не радовать. Это всегда приятно и с этим всегда приятно бегать. Поэтому, ребят, ждем в нашей игре серп. И еще одна приятная новость, которая меня очень порадовала. Это то, что нам добавят в рейтинговые бои карту Костал. Все вы знаете, что мне эта карта понравилась. Да и многим из вас она понравилась. Эта карта крутая, прикольно прорисована, с хорошими прострелами. Кстати, кто не видел видос там, где я делаю обзор на эту карту, ссылочку на этот обзор найдете в описании к этому видеоролику. Теперь Костал у нас есть в рейтинге. На ней мы будем сражаться. Круто. Просто круто. Теперь переходим к нововведениям в Королевской битве. В Королевской битве нам тоже сделали небольшой подарок. Нам в клоуне добавили собак вместо зомбаков. Теперь у нас бегают собаки. И я вам скажу, я это тоже уже протестировал. Это очень-очень крутая тема. Во-первых, собаки за счет того, что они будут ниже ростом, чем зомбаки, их будет намного сложнее отстрелять. Второе, они немного, на мой взгляд, стали быстрее бегать. Также еще поменялась немножечко мелодия, когда мы бросаем клоуна. И вот этот момент, когда появляются собаки, звучит чуть-чуть другая мелодия. Это, кстати, тоже прикольно. Там подсвисты есть. Ну, что-то в этом есть. Потому что я вот люблю такие мелочи в играх. Ну, все вы об этом знаете. Ну, вот такие интересные нововведения нам ввели в классе клоун. Также нам добавят новый класс. И новый класс это обратная перемотка. Обратная перемотка позволяет игрокам телепортироваться в то место, где они были 5 секунд назад. При этом восстанавливается стандартная скорость перемещения. Если брать по поводу пассивки этого навыка. Тактическая маска снижает длительность действия светошумных и оглушающих гранат на 40%. Что я вам скажу по первым впечатлениям от этого навыка. Естественно, мы его еще не юзали. Когда он нам добавится, мы его протестим вдоль и поперек. Но по первым впечатлениям я скажу так. Что довольно-таки сумбурный класс. Не знаю, будет он метой в этом сезоне, либо нет. Потому что, ну вот представьте, мы возвращаемся на 5 секунд назад. А если мы вернулись и нас кто-то сбил на КамАЗе в этот момент. Либо же мы вернулись и там наоборот произошла какая-то заруба. Либо там стоит танк. В общем, это нужно тестировать, как это будет работать. По поводу пассивки данного класса. Но настолько она бессмысленная. Потому что я очень редко, например, попадаю под светошумные гранаты и оглушающие в том числе. Но посмотрим, как это все будет работать. Посмотрим. Не будем делать сразу выводы колоссальные. А вот когда он появится, мы его протестируем. И я вам свое мнение по поводу него скажу. Ну и мы узнаем, чего стоит этот класс. По поводу также королевской битвы. Это уже негативная сторона этого всего. Ребят, сегодня я заходил с своими тиммейтами в королевскую битву скатать пару каточек. И у меня такое сложилось впечатление, что наша колдушка немножечко начинает превращаться в донатную помойку. Но так грубо скажу. Может мне показалось. Может именно этот момент был такой. Но было две ситуации, которые четливо дали понять, что если чувак донатит в игру, у него есть донатные скины, донатные эмоции и так далее. В общем, если он крутит рулетки и кидает бабки в колду, то у него будет намного больше шансов переиграть любого абсолютного игрока. Первую ситуацию рассказываю, которая была с Адмиралом Трояновым. В общем, Адмирал Троянов с третьей броней, с уколанным адреналином, то есть 150 хп, кидает в чувака кассетную гранату, которая цепляет этого типа. При этом высаживает 10 патронов именно в чувака. Это отчетливо было видно на видосе. Потом заходит к нему сбоку, чувак по нему еще не агрится, ни разу не стрельнул, не попал. Сажет еще 10 патронов, тип поворачивается и с трех тычек забирает Адмирала. Вообще на изи. При этом, если бы он мантил, прыгал, уворачивался, он просто вкопано стоял на месте. Это все было видно. Ну ладно, мы подумали, что это... Ну, показалось тогда, что спустили это все на тормозах. Потом ситуация произошла со мной. Я выхожу против чувака. У меня М4 с моей сборкой. Кстати, сборку скоро буду выкатывать на свой канал, поэтому обязательно ее дождитесь. В общем, я выхожу на чувака, зажимаю ему в район груди, потому что у меня стоит хороший там прицел. Зажимаю ему в район груди, высажу около 20 патронов. У меня фул броня, у меня вколот адреналин, 150 хп, все как надо. Я при этом падаю в дропшот. Чувак наводится на меня из трех тычек, так же, стоя на месте, ни манся, ничего, забирает меня вообще на языча, как будто он мне саданул с машины войны. И я по поводу вот этих двух ситуаций сделал для себя вывод, что если чуваки донатят в игру, то у них намного больше шансов перестрелять абсолютно любого игрока, независимо от скилухи. В общем, господа, вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, случались ли с вами такие ситуации? Либо, может, я ошибаюсь и мне показалось. Но из моей команды никто не донатит в игру, кроме покупки боевого пропуска по акции. Я ни копейки не вливал в колду в плане прокрута рулеток и всего остального. Может, у ребят, которые закидывают бабосики, это не просматривается, но у ребят, которые не закидывают бабки, это по-любому должно как-то, но увидится. Я вам скажу так. Меня, на самом деле, немножко даже это расстроило. Если это будет превращаться в помойку, которая завязана только на донат, это будет очень печально для колды, на самом деле. В общем, господа, свое мнение, чирканите мне, пожалуйста, в комментариях. Переходим к следующей новинке. Нам добавят новую крутую рулетку с MP5. Рулетка очень достойно выглядит, очень красивый песик, очень классно выглядит. Здесь как раз вот показано, как работает навык оперативника собака, когда она падает на соперников и сгрызает их напрочь. Мне очень понравилась анимация впоследствии убийства. Очень-очень прикольно выглядит. В общем, сама волына очень будет прикольная и достойная. В принципе, по поводу всех важных обновлений я вам все рассказал в этом видеоролике. Единственное, что забыл сказать, то, что скоро у нас стартанет чемпионат мира по колде с хорошим призовым фондом. Скоро пойдут отборочные сражения. Я постараюсь поучаствовать в этой всей движухе, но не обещаю, что я буду досконально там участвовать, потому что буду все смотреть по мере своей загруженности. Так как у меня есть основная работа и времени попросту не хватает, потому что я пилю для вас контент, веду свой канал. В общем, времени попросту не хватает. Я надеюсь, что у меня получится поучаствовать адекватно, полноценно в этих сражениях, в этом чемпионате. У меня, в принципе, уже есть команда, с которой мы будем пытаться прорываться в этот чемпионат и разрывать пукачелла своим соперникам. Прежде всего, кто будет серьезно участвовать, всем командам желаю удачи в этом чемпионате. И, если бог даст, свидимся на арене финальной схватки. Кому понравился видос, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также, господа, если вы хотите мне помочь в развитии канала, либо просто посвятить Владоса монетой, ссылка на донат будет в описании. Всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видосах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok